Водолеи, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале. И в данном видео я для вас снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Смотрим и анализируем период с 4 по 10 октября 2021 года. В работе у нас несколько колод. Красота ужаса, оракул тайны любви и ленорман золотой нити. Колоды перед вами, поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Будем смотреть, анализировать и делать акценты, на что вам нужно обратить внимание. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? У вас здесь на повестке дня. Влюбленный дьявол, рыцарь кубков. Это быть во всеоружии, это быть в первую очередь в центре внимания, как и ясное солнышко. Потому что здесь кто-то захочет завоевать, в принципе, знаете, как вас всего или вас всю. Здесь может быть ситуация для вас выбора, потому что, видите, помимо текущего положения вещей, текущего партнера, может появиться еще один. Если же вы свободны, то это может идти партнер, который уже не свободен, но будет вас искушать на новые союзы, новые перспективы. Если вы в любовных треугольниках, то здесь это будет идти укрепление взаимоотношений. Здесь просто накал страстей, здесь любовь, здесь страсть, здесь желание эти отношения развивать и идти дальше. Если же у вас стабильные связи, то это укрепление взаимоотношений, это совместная работа над пороками друг друга. Это, знаете, помогать друг другу справляться с какими-то ситуациями, с проблемами, с блоками. Сейчас еще дотяну для вас, посмотрю, какая здесь ситуация будет. Видите, правосудие, тут может идти даже ход конем. Это предложение руки и сердца. Единственный момент, что солнце и дьявол иногда еще указывают на такие хитрые отношения. Здесь может быть ситуация брачного договора, но тем не менее, видите, вы понимаете, осознаете, что все справедливо и так, как вы хотите. Так, если эти карты смотреть с точки зрения работы, заработка, и вы на данном этапе не работаете, то здесь это зависит от партнера, либо от ваших близких, зависит финансово. Но вас эта ситуация не особо беспокоит. Почему? Потому что у вас все устраивает, все хорошо складывается, наилучшим для вас образом, и пока все замечательно. Если же вы в статусе соискателя, то это обращаться за помощью к вашей второй половине или же к вашему знакомому. То есть это быть в каких-то созависимых отношениях, но ждать от него предложения по работе, новых перспектив и для вас, безусловно, новых горизонтов. Поэтому вы будете стремиться именно идти в этом русле. То есть тут только поиск работы, тут еще прямого трудоустройства нет. И если же вы на данном этапе являетесь наемным сотрудником, то здесь для вас заманчивое предложение. Будет ситуация выбора, потому что имея текущую работу, либо вас будут искушать новой должностью, либо поступит интересное предложение относительно перехода на новое место работы. Так вот, здесь, если это касается перемены места новой работы, повремените до 18 октября, до ретро-меркурия. Если вдруг будет таковая возможность, совмещайте две работы, две должности, но целиком и полностью переходить на новое, на ретро-меркурии, не рекомендовано. Потому что можете об этом сожалеть, и потом будет желание вернуться обратно. Так, если же у вас свой собственный бизнес, процветание, новый социальный уровень, доход, прибыль, известность, акцент на рекламу. Более того, обратите внимание, королева жезлов и король жезлов – это взаимодействие в паре. Вы можете работать со своим партнером, партнершей, вы можете привлекать нового спонсора, инвестора, либо это, в принципе, новый деловой партнер, но сотрудничество здесь действительно будет продуктивным. Если мы смотрим вопросы здоровья, то обращайте, пожалуйста, внимание на борьбу с зависимостями. Пищевые, табакокурение, алкоголь, игровые зависимости, увлечение может быть более сильными лекарственными препаратами, иногда наркотиками. Но здесь вообще, знаете, какая зависимость? Зависимость сексуального формата, потому что влюбленный дьявол и рыцарь кубков – это как зависимость от эмоций. Это когда вы на человеке, на каком-то, знаете, как зависимый, как от иглы, и вот не можете с этой зависимости спрыгнуть. Но это можете прорабатывать только с психологом, либо пытаться самостоятельно, но тут, знаете, как не залипайте эмоционально. Это вот вам акцент по этим картам. Хорошо, давайте смотреть и анализировать негатив. В негативе звезда, король мечей, пятерка Пентакли. Первое, что у нас здесь проходит, это то, что вы ждете каких-то перспектив относительно вашего заработка, ваших каких-то вложений, ваших инвестиций, но пока тщетно, это раз. Дальше, это могут быть простудные заболевания, простыли, перемерзли в плане состояния здоровья, поэтому падение иммунитета и соответствующие осложнения, насморк, кашель и прочие вещи. Еще такой момент. Может идти, знаете, как ситуация, когда вы разуверились в собственных силах, в своем потенциале и не видите этого выхода. И вот ощущение, что вас куда-то должен выйти, помогите, да, вот все, не справляюсь. Это также может быть холодность и резкость в отношениях. В том случае, если вы не видите отдачи, когда человек не готов вам идти на помощь, либо оказывать эмоциональную поддержку, она для вас крайне очень важна. Также, если человек вас в отношениях обесценивает, то это вас, знаете, как не то, что может отвернуть. Но здесь вообще отношения могут быть проблемные, когда будут какие-то моменты непонимания, потому что разные духовные ценности и разные взгляды на жизнь. Вот это вот будет сложно прорабатывать и принимать. В плане совета, ну что могу вам сказать, взялся загуш, не говори, что не дюж. Соответственно, тяните любые ситуации, которые есть на этой неделе, вам все по плечу, все по силам. Что могу сказать? И вот здесь ситуация, когда хочешь сделать все хорошо, сделай все сам. К сожалению, делегирование ваших обязанностей третьим лицам, оно не решит проблем, не решит ситуации. Почему? Потому что, как правило, на ретро-меркурии все придется переделывать вам. Вот как бы так странно это не прозвучало, но тем не менее. Хорошо. Посмотрим акцент недели. Какова здесь ситуация, к чему она ведет и что вам готовит. Помощь. Ну вот то, о чем я говорила, это когда вы нуждаетесь в помощи, это когда вы можете кому-то оказывать помощь. Понимаете, все сам, все сам или все сама. Но, повторюсь, если нуждаетесь в помощи, не стесняйтесь. Протяните руки, вам ее окажут. Тем более, рядом с вами, вот посмотрите, всегда кто-то есть. Просто иногда ваша гордость, ваше самолюбие не позволяет вам это сделать, а нужно. Но, как знать, а вдруг это ваша судьба, ваша вторая половина оказывает вам помощь. Ну и в целом, знаете, люди не встречаются случайно. Поэтому, если все-таки нуждаетесь в помощи, поддержке, просите. Стучите, и вам откроют. Хорошо. Смотрим неожиданность этой недели. Каков здесь акцент и на что необходимо обратить внимание. А на что здесь обратить внимание. А карты вторят. Потому что, смотрите, медведь, собака, сад. Новые знакомства, перспективы знакомств. Появление партнера, либо друга на долгую перспективу, на долгие годы. Новые связи. Это как служить людям. Это поддержка, это верность. Причем от человека, может быть, нового, незнакомого. Но, тем не менее, эта связь, это партнерство будет долгим. Поэтому здесь все замечательно, все прекрасно. Неделя у вас такая, знаете, как будут вас искушать во многих аспектах. Но, тем не менее, водолеи. Перекроем вашим арканом звезда, ваша водолейская карта. Чтобы у вас были новые перспективы, новые возможности, стремления, осуществление ваших планов и идей. И самое главное, ресурсы и мотивация двигаться дальше. Это самое важное. Вот таким выходит расклад на эту неделю для вас. Поэтому от вас традиционно жду обратной связи по прошествии времени. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых видео. Если вас интересуют индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты, как всегда, под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Пусть неделя для вас будет легкой, плодотворной. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok